Продолжаем видео о том, как носить вещи моего бренда и не только. И сегодня тема видео о том, почему жилет в том понимании, в котором мы все его прекрасно знаем, я считаю важным элементом гардероба, а точнее просто необходимым в базе современной девушки. Давайте разбираться, почему именно так. Начать разговор о том, почему жилет становится классикой нашего гардероба, хочу с историей, точнее предистории. Вообще слово жилет, откуда оно появилось? Исторической справки о том, что явилось источником, определенной нет, но есть определенные версии, давайте о них и поговорим. Первое, о том, что были такие циркачи во Франции в средние века, звали их Жили, и они, собственно, носили похожие элементы гардероба, и отсюда и пошло это название. Но это не одна версия. Также есть легенда, по которой, собственно, жилет возник как некий эксперимент, также одного из европейских портных по имени Желе, или Жили тоже, не знаю, как произнести его имя. И еще одна версия, собственно, она исходит из Турции, точнее, турецкий традиционный кафтан, который назывался Желек, или, наверное, Желек. В общем, тоже ударение нужно понять, куда ставить. Но это была удлиненная модель с разрезами, но на самом деле очень сильно похожая на тот жилет, который мы сейчас с вами знаем. Будем с вами долго останавливаться о том, откуда же возникло слово Жилет. Я лишь скажу о том, что, если говорить про историю, естественно, Европа стала тем местом, где жилеты, а именно камзолы, традиционный элемент мужского гардероба, стали повсеместно использоваться. И вообще жилет носил статусный, дорогой характер, позволить его могли себе далеко не все, опять-таки, из-за материалов и обработки. Ну а в Россию он пришел в начале лишь XIX века, в конце XVIII с Павлом I. Однако популярности не было на тот момент прям повсеместной, и где-то даже какое-то время жилеты были под запретом. Реанимировалось все после, естественно, Первой мировой войны, когда многие женщины стали обращать внимание на традиционные элементы мужского гардероба. Ну а дальше, собственно, с развитием новых технологий, с развитием вообще исторических взглядов, в том числе и появлением феминизма, женщины максимально адаптировали мужской элемент жилет в свой гардероб. И уже в 90-х мы с вами видим повсеместное появление жилета на подиумах. Немного о том, почему же с точки зрения психологии жилет я считаю одним из базовых элементов женского гардероба. Ну, конечно же, предпосылкой является то, что жилет традиционно был в составе мужского костюма. А это значит, что когда мы говорим о жилете, мы, естественно, вспоминаем все мужские качества, касаемые бизнес-среды. Это целеустремленность, амбициозность, направленность на достижение результата. И, конечно, современным женщинам с новыми реалиями, как нельзя кстати именно такие качества. Поэтому мы благополучно используем жилет в нашем гардеробе. Но поскольку я работаю с клиентками абсолютно разными, рекомендую все-таки присмотреться не только к карьеристкам, к жилету, как к элементу гардероба. А вообще с помощью жилета вы можете добавить слегка большей собранности, опять-таки цельности своему образу. И это прекрасная альтернатива тому, что мы с вами традиционно носим летом. Это топы, это рубашки, это блузы. В общем, жилет может вписаться как раз в деловую капсулу современной женщины, как нельзя кстати. И опять-таки это подчеркнет ее силу характера. То, что сейчас она совершенно нацелена на познание себя, на опять-таки проявленность, результативность. И ее трудно будет не заметить в этом прекрасном и современном элементе гардероба. Ну а сейчас я обязательно хочу вам показать, на что обратить внимание, когда вы выбираете жилет. В первую очередь, конечно же, это классическая модель. В данном случае, собственно, это прототип традиционного мужского жилета, но в более мягкой форме. И здесь очень важно наличие правильных выточек или, возможно, это будут силуэтные линии, которые подчеркнут вашу фигуру. Они у меня присутствуют как спереди жилета, так и, естественно, чтобы добиться более сексуального красивого образа на спинке. Да, у нас есть средний шов, у нас есть выточки по спинке. Второе, на что рекомендую вам обратить внимание, это, конечно же, фурнитура. Фурнитура, пуговицы, они могут быть как пластиковые, деревянные, абсолютно разные. И чем более матовые, натуральные они будут, тем дороже будет выглядеть эта модель. Вот в данном случае у меня здесь такие, видите, практически тон в тон. Третий элемент, который важно учесть в жилете, это наличие кармана. Как правило, карман может быть либо функциональный, то есть работающий, либо так называемая обманка. В данном случае это просто такая планочка, которая именно имитирует сам карман, но фактического кармана здесь нет. А вот в другой моей модели, которая тоже у нас с вами есть, это костюм Грейс Келли. Здесь наоборот, карман максимально функциональный, с таким клапаном. И здесь вы спокойно можете его использовать для ношения каких-то мелких своих деталей. Естественно, я вам сейчас покажу еще и внутренность, на которую тоже очень важно обратить внимание. Итак, следующий момент, который я всегда вам рекомендую просматривать в изделиях, это качество внутренней обработки. В моих моделях я всегда особое внимание этому уделяю. В данном случае все швы обработаны, видите, в закрытую, нигде нет оверлаков. Прямо конкретно вам разворачиваю и показываю, как все это выглядит. Конечно, не всегда вы можете встретить подобные изделия, но когда вы это видите, однозначно берите такие вещи, потому что это значит, что вы проносите их не один сезон. Наконец-то мы сейчас с вами поговорим о том, как же носить жилет в современном гардеробе. Скажу честно, уже несколько сезонов назад я для себя выбрала жилет однозначно базой. И, естественно, как я всегда рекомендую своим клиенткам, мы собираем в Пинтересте огромную базу вдохновения, как носить ту или иную вещь. То же самое сделала и я. Так вот, сейчас я вам расскажу порядка, наверное, 10, а может быть и более способов носить. Сейчас я загляну в свою подсказку. Да, в районе 10 это точно. Способов носить жилет. И носить вы его можете в совершенно разных ситуациях, как в более официальных, так и в более повседневных и даже вечерних. Ну что, готовы? Берите ручки и погнали. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это, естественно, формула жилет плюс брюки. Можете прям так себе и записать. Здесь сразу скажу, что брюки, и смотрите картинки, которые мы сюда в видео приложим, они могут быть самые разные. От брюк, собственно, костюмных, которые могут быть целостным одним костюмом жилет плюс брюки, так и брюки просто классического кроя, абсолютно другого цвета, абсолютно другого фасона. Это могут быть брюки широкие палацы, это могут быть брюки классические с защипами, это могут быть брюки черные, белые, или, например, это могут быть карго с какими-то определенными элементами, дополнительными, которые конкретно выражают ваш стиль. Итак, следующая формула, о которой мы поговорим, это вариация предыдущей, но к формуле жилет плюс брюки мы с вами добавим топ. Я знаю, что не все обычно воспринимают такую комбинацию сразу, потому что кажется, что, может быть, это слишком сложно, но на самом деле я так не считаю. Опять же, смотрите картинки, которые здесь в видео, соответственно, вы сможете максимально получить для себя палитру вариативных образов. Топы могут быть как а-ля трикотажные топы, майки, какие-то боди, в общем, любые варианты, которые вам удобны. И, конечно же, в качестве топа может быть традиционная футболка, коих в нашем гардеробе, я уверена, огромное количество. От светлых до темных, принтованных, полоску, в общем, самое великое разнообразие. Поэтому используйте эту формулу, жилет, топ и брюки. Итак, следующий вариант, это когда мы с вами берем вместо брюк юбку, то бишь звучит эта формула как жилет плюс юбка. На самом деле, простое тоже сочетание. И, опять-таки, не всем кажется, что это легко носить, может быть, просто не все привыкли, но юбка может быть абсолютно разной. От классической карандаша прямой юбки, от модной юбки баллон, которую мы в этом сезоне наблюдаем, юбки в складку, в общем, я вам сейчас покажу примеры юбок, какие прекрасно подойдут с классическим жилетом. И, конечно же, мы не пропускаем историю с денимом. Юбка плюс, точнее, жилет плюс юбка из денима, мне кажется, прекрасная альтернатива такого кяжельного повседневного лука. С чем сочетать такие варианты? Обувь может быть абсолютно разная. Я рекомендую вам слегка расслабить образ и надеть плоский ход. Хотя, с другой стороны, может быть и более что-то официальное, каблук, может быть, kittenhill, или это будет вечерний выход, если мы берем вместо обычной юбки из хлопка, например, сатиновую юбку по косой. Ну и раз уж я заговорила про юбку деним, не могу не вспомнить один из вариантов, который мы все с вами наблюдали в этом году. Это тотал деним образы и жилет из денима. Соответственно, жилет из денима плюс джинсовая юбка – это тоже такой очень интересный вариант, как можно интерпретировать, собственно, жилет как базу в ваш летний гардероб. Еще один способ, который лично мне нравится, и вообще я летом предпочитаю носить, конечно же, юбки и платье, это сочетать жилет с платьем. В данном случае, опять-таки, показываем картинки для вдохновения. Но вы можете оттолкнуться от понятной формулы платье-комбинация плюс жилет. Но не рекомендую жилет здесь застегивать. Скорее, это такой верхний слой а-ля то, что мы привыкли с вами видеть, платье-комбинация плюс рубашка. Но жилет становится как раз заменой рубашки и выглядит очень классно, современно, легко при этом. То есть это такой европейский стрит-стайл, на мой взгляд. Поэтому вы можете поэкспериментировать. То есть если у кого-то залежалась ваша комбинация без дела этим летом, то однозначно берите ее, берите жилетку и, собственно, вперед покорять улицы. Платье на самом деле может быть у вас абсолютно разным, как я уже только что вам показала примеры с платьем-комбинацией. Это может быть и традиционное а-силуэто платье, это может быть просто прямое платье-футляр. Вообще вот все, что у вас просто в гардеробе есть, и что нужно немножечко освежить, в этом случае прекрасно подойдет. Я, конечно, люблю что-то более летящее, более струящееся, потому что это смотрится на контрасте с формованным, более структурным жилетом гораздо более интересно. Ну и, конечно, не забываем про аксессуары в этих образах. Это дополнительно усилит эффект. Конечно же, мне нравится сочетание жилета плюс пиджака. Пиджак на самом деле классно, когда из той же ткани, что и жилет, то есть у нас получается такой моно-комплект уже сам по себе. Но иногда интересно смотрится и жилет контрастный к пиджаку. То есть, условно говоря, у нас с вами красный жилет и белый пиджак. Или у нас с вами однотонный пиджак синего цвета, а жилет имеет какую-то полоску или ромб, или какой-то другой рисунок. В общем, вместе это смотрится гораздо более интересно, чем просто классическое понятное сочетание в костюме. Поэтому пиджак плюс жилет плюс брюки или юбка – это уже законченный классный комплект для повседневного города. Продолжу тему поясных изделий, естественно, не только юбкой, но и бермудами, что очень актуально для города, и кюлотами. Опять же, показываю несколько примеров. Очень важный момент. Бермуды, которые мы с вами носим в городе, это не короткие шорты. Внимание! Это удлиненные шорты, как минимум 5-10 сантиметров у вас должно быть от колена в высоту, то есть выше это уже не то совершенно. И это должно носить именно костюмный характер. Показываю примеры. Опять же, бермуды и кюлоты вместе с жилетом плюс пиджаком могут быть идеальны для перехода в осень. И, соответственно, вы здесь можете выбрать уже цветовую гамму, чуть более насыщенную, чуть более вкусную, которая прекрасно подойдет для осеннего, а может быть даже и зимнего гардероба. Поэтому возьмите эту идею на заметку, и, возможно, начните готовить свой осенний гардероб с учетом этой идеи. Заглядываю в свой волшебный список и озвучиваю вам следующую идею. Итак, это сочетание яркого жилета вообще с яркими брюками, с яркой юбкой. То есть, в принципе, вот яркий насыщенный комплект. Опять-таки, это история про то, что не все осмеливаются надеть подобное, и многим кажется, что это чересчур, хотя я очень люблю. В моей коллекции в этом году вышла потрясающе красивая история с жилетом и юбкой прямой, и костюм Грейс Келли, мне кажется, выглядит просто бомбически, несмотря на его ярко-красный вызывающий цвет. И в то же самое время это вещи, которые создают настроение. Например, вы видите другие варианты. Опять-таки, надев на себя такое сочетание, вы однозначно будете в гораздо более позитивном, оптимистичном настроении, чем могли бы быть. Поэтому возьмите на вооружение, но помните, что, опять-таки, это должны быть качественно сшиты, из качественной ткани комплекты, потому что брюки и жилет все-таки требуют определенной посадки. Переходим к более сексуальным и интересным моментам. Вообще жилет, поскольку это история мужского гардероба, так же, как и пиджак, иногда имеет смысл надевать на голое тело. Да, девочки, не стесняемся. Поскольку жилет, как правило, имеет подклад, ничего у нас с вами излишне проецироваться не будет, но при этом это будет такая изюминка, которую вы, на самом деле, будете просто на себе классно ощущать. Опять-таки, мне очень нравится, если мы уже берем жилет на голое тело, и плюс там брюки, юбка, неважно что, добавить побольше массивных украшений. Показываю примеры. Это могут быть и цепи, и цепочки, и многослойные кулоны с цепочками. Это могут быть браслеты, кольца, серьги. В общем, максимальное разнообразие здесь приветствуется, поэтому пробуйте. И опять-таки, история для вечернего выхода вполне себе приемлемая. То есть вы можете, грубо говоря, в офисе оказаться в сочетании жилет в традиционном виде плюс брюки или юбка, а вечером вы выходите в том же самом, только добавляете украшения и снимаете определенный элемент нижнего белья. Соответственно, уже другое настроение и другой настрой. Поэтому пользуйтесь этим простым советом. Конечно, я не могу не сказать о том, что жилет, так же, как и любой предмет гардероба, это проявление вашей индивидуальности. Что это значит? Это значит, что фурнитура, отделка, подклад, отстрочка, все на этом жилете может иметь определенный смысл. Показываю примеры. Вы можете проявить здесь креатив и дать другим людям наводку о том, какая вы личность. Например, вы можете вместо обычных пуговиц использовать какие-то авторские, дизайнерские пуговицы любого производства, которые вы найдете интересными для себя. И, соответственно, это станет акцентом вашего жилета. Или, например, вы найдете необычный принт для подклада. Соответственно, вы можете просто купить эту ткань, отнести в ателье, и вам заменят ваш подклад на купленном жилете на тот, который подходит именно вам. Либо вы можете индивидуально сшить для себя жилет, в принципе, как и любой другой предмет гардероба. И он станет изначально с этими фишками вашим. И вы будете гордо носить что-то, созданное специально для вас. Поэтому индивидуальность проявляйте в каждой детали вашего стиля. И, конечно же, используйте жилет как вдохновение для этого. Как я уже сказала, жилет — это потрясающая транзакция между разными стилями. То есть вы можете, например, из делового классического образа легко перейти в спорт, показываю примеры, или вы можете из спорта легко перейти в casual. Соответственно, вроде бы базовый понятный предмет, как я уже сказала, альтернатива топам, футболкам. Но при этом образ гораздо более собранный, современный, на таком, знаете, вайбе именно городской активной девушки или женщины. При этом возрастных ограничений жилет сам по себе не имеет. Более того, в зависимости от моделей, опять-таки примеры прилагаю, вы можете выбрать что-то чуть более закрытое, чуть более удлиненное, асимметричное, с какими-то отдельными деталями. И, соответственно, жилет станет действительно максимально функциональной частью вашего разного стилевого направления, которое вы носите в обычной жизни. Поэтому, конечно же, поэкспериментируйте, попробуйте разные для себя варианты. Но лично я для себя поняла, что жилет становится базой моего гардероба однозначно. Ну и завершаю я сегодняшний разговор о жилете, о том, насколько он максимально функционален в наших гардеробах. Как раз история о том, что мы с вами можем легко перевести из летнего гардероба «Жилет в осенне-зимний гардероб». Показываю конкретные примеры. Почему это легко сделать? Потому что жилет является неким промежуточным слоем между более теплыми комплектами и более легкими. И вы, соответственно, можете присоединить к жилету как рубашку, так и трикотажный топ вниз или кофту сверху. Также у вас может быть наслоение, например, классической рубашки, жилета и пиджака сверху. Опять же, показываю примеры. И, соответственно, это прекрасная идея, когда вы можете купить одно изделие, но носить его по факту круглый год. Поэтому берите вдохновение из показанных примеров, напишите в социальных сетях ваши варианты, как вы носите то или иное изделие, и, конечно же, жилет в том числе. Ну и, конечно же, дайте обратной реакции касательно вообще подобного формата видео. Если вам они интересны, вдохновляют, напишите обязательно об этом, и мы будем снимать более подробные гайды на другие последующие изделия в наших коллекциях. Конечно, вы знаете, что я как гардеробный психолог, как стилист, постоянно вам говорю про осознанное потребление и правильное отношение к гардеробу. Поэтому, естественно, и создаю вещи в своем бренде функциональные, понятные, классические и элегантные одновременно. В связи с этим еще раз напоминаю, что в летней коллекции у меня вышел костюм, который называется Грейс Келли. Это жилет Марлен и это жилет Сердца океана, который в рамках уже осенней коллекции присутствует. Поэтому вы можете для себя заказывать или приобретать эти изделия. Ну и, конечно же, пишите обязательно мне о том, что еще вам необходимо в вашем базовом современном гардеробе.